Пятничное утро подкинуло нам проблем. Мало того, что ветер буквально сносит с ног, так еще и ни зубы почистить, ни кофе попить. А кому-то даже пришлось дома остаться в полумраке с ребенком, да без воды. Потому что садики тоже некоторые закрылись. Сейчас, если нас с вами не снесет ветром, то мы узнаем, как у березняковцев прошло это сверхъестественное утро. Мое утро? Я только что еще выспался, вышел на улицу. А, значит, вы не застали сегодня электричество проважное? Нет, нет. Хорошо, ну вот как вам спросонит такая погода? Нормально, но у нас в Краснодарском крае тепло, светло и мухи не кусает. Электричество было, водичка, стройка бежала. Я еще даже набрала кастрюльки, а потом дали. Ну, у меня-то как-то все спокойно. Я думаю, у кого дети, как-то потяжелее будет. В интернете прочитала, что из-за порывов ветра у меня седьмой этаж тоже чувствовалось, что сильный очень ветер. Отчаяние главное есть, и все, так в запасе вода немножко была, но определенные неудобства, конечно, да, были. Главное, чтобы свет был, ну, был он, да. В некоторых районах говорили, что ни воды, ни света нет, тогда было бы печально. Отвела ребенка в садик. В садике тоже не было воды, дали, быстро. Как вам погода сегодняшняя шикарная? Ужасно хорошая. Березняковская погода для нашего края очень даже хорошая весеннее. Ну, как всегда, катаклизмы марта, они непредсказуемы. Вчера была весна-весна, а сегодня опять возвращается зимушка. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Терпите, люди, скоро лето. Мне сегодня, несомненно, повезло. Вода и электричество у меня сегодня были. А вот встреча с ветром чуть не закончилась травмой, когда я выходила из машины. А как прошло ваше утро, вы можете поделиться в наших социальных сетях. А мы с вами в понедельник пойдем на новый мобильный опрос. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok